И сегодня мы будем говорить на тему предведения Божьего. Предведения Божьего. Итак, Римлянам 8 глава, 29 стих. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями, а кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это, если Бог за нас, то против нас? А? Сильно, да? Если Бог за нас, то против нас. У нас самая сильная, крутая крыша. Аллилуйя. Это радостная новость, друзья мои. Знаете, еще я из свидетельств 90-х годов, я помню, я помню свидетельства 90-х годов, когда люди рассказывали, что так к ним приходили реки Керек, верующим людям, бизнесменам, и эти люди говорили, я плачу десятину Господу. И все, от них отходили. У меня крыша. Бог моя крыша. Понимаете? То есть и прекращался весь разговор. Слушай, тогда это было очень принципиально. Не знаю, как сегодня люди принципиальные верующие, тогда были очень принципиальные верующие. И они говорили, я плачу десятину Господу. Даже вот в этом, кстати, говоря о десятинах и пожертвованиях, знаете, в этом какая сила есть. Когда ты платишь десятину, даешь десятину Господу, у тебя есть Божья защита. Божья защита. Это очень важный момент, друзья мои. Меня часто спрашивают, если уже говоришь, десятинах, а можно я свою десятину там отдам, мне надо помочь человеку? Помочь человеку можно. Без дней десятиной. Понимаешь, свои? Десятину надо, в общем, важно давать в дом Божий. А помочь ты можешь, пускай ты помогаешь человеку, какому-то, десятины, ты как будто помогаешь Божьими деньгами. Слушай, уберешь у Бога, и Господь, я это... Да, сообщака, я помогу Господи, вот, человеку. А сам доволен, остаешься, я помог. Ну, не об этом вопрос, да? Очень важно давать десятину Господу. Прожертвование Господу. Очень важно, друзья мои. Не приходить в дом Божий с пустыми руками. Итак, когда мы говорим о... Об этом месте с Писания, да, Бог за нас, кто против нас, мы же хотим, чтобы Бог был за нас. Когда... Когда, как мы хотим, чтобы Бог был за нас? Бог за нас тогда, когда мы с Богом. Это тоже очень важный момент. Бог за нас тогда, когда мы с Богом. Но есть и определенные моменты чудесные в жизни, которые нас очень радуют. И мы к ним придем сегодня. Ну, начнем с простого. Значит, 29 стих. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Друзья мои, Бог предузнал нас и предопределил нам быть подобными образу Своего Сына. Он заранее предузнал нас и заранее предопределил нам, что мы будем с вами подобными образу Его Сына. Очень есть хорошая такая пословица. На английском я употребляю часто. Вот Jesus will do. Как бы поступил Иисус. И знаете, когда я был совсем молодой верующий, и я не знал, как поступить, не знаю все Писание, я всегда думал, это я не знал эту пословицу на английском, понятно, я это ни Писание не знал, ни английского. Вообще полный был профан. Но я знал одну вещь. Я думал, а как бы поступил Иисус в этой ситуации? И вот когда Господь через апостол Павла в данной ситуации говорит нам, что Он сделал нас, предопределил нам быть подобными образу Своего Сына, нам очень важно быть похожими, знаете-ка, на кого? Не на Алексея Ледяева. Не на Коплинга. И даже покушусь на Святого, не на Дерека Принца. Нам очень важно быть похожими на Иисуса Христа. Понимаете? Как бы поступил Иисус? Я хочу быть похожим на Иисуса Христа. Это отдельная тема для проповеди, для размышления. Как быть похожим на Иисуса Христа, как жил Иисус Христос, как Он поступал, какое у Его мышление было, к чему Он двигался. Мы можем делать все, кроме смерти на кресте. Представляете? Иисус говорит, что те, кто будет после Меня, будут дела творить, которые Я сотворил, и еще большие сотворят. Представляете? Мы можем делать больше, чем Иисус Христос сделал. Это чудо. Больше, чем сделал Иисус Христос. Мы можем делать больше дел. Мы можем... Через нас Бог может совершать чудеса. Он может через нас совершать знамения. Кто-то сказал, что церковь без чудес это клуб любителей Бога, собравшихся поговорить о Боге. Да и нет. Но я бы стремился к тому, чтобы чудеса происходили на этом месте. Я не совсем согласен с этим выражением, потому что даже написано, в какой книге написано, что в те времена очень редко было слово Божие. Это вот в первой книге царств написано, когда мама привела Самуила. Помните, маленького мальчика отдала храм к Илье, первосвященнику. Написано, что в те времена очень редко было слышно голос Божий. В Талмуде написано, что 400 лет Бог не говорил вообще к народу своему. 400 лет Бог молчал в последнем, через Рождество Христово. То есть, в принципе, первый, кто был, через кого говорил Господь в те времена, это Иоанн Креститель. 400 лет молчания Божьего. 430 лет евреи находятся в плену Египте. И Бог молчит. То есть, есть периоды, когда Бог молчит. Это нормально. Знаете, почему это нормально? Хочет и молчит. Вот я когда хочу молчать, я молчу. Понимаете? Часто пытаются люди говорить, что ты молчишь, и хочется помолчать. А Бог имеет право молчать. Для него 400 лет вообще он не заметил. Вы помните, что когда про евреи в Египте написано, что возопили они к нему, он и вспомнил о них написано. О, я же забыл за них. Мы часто рассуждаем с вами, что знает Бог, знает ли он наперед, каждый шаг, наш и так далее, продумал ли он этот шаг. Мы часто можем... Ну, писать это... Спой, вспомнил о них. Ох ты. Они же там в Египте. А им же там тяжело. Возопили, потому что к нему. Не, мы-то думаем, что Бог занят нами каждый день, сотворил мир, помог Косте в Мусахе, помог там это, не знаю, там кому-то еще с машиной, кому-то руку поломал. Ну, дела у него разные есть, понимаете? То есть у него занятость очень жесткая у Бога. Ему не хватает 24 часов в сутки, как мы думаем. А Бог, Он живет своей жизнью. Потому что самое интересное, что все, что нужно в нашей жизни, Бог уже сделал, основные вещи. И одна из самых главных вещей, что Он сделал, Он нас предопределил, Он нас призвал, Он нас оправдал, оправдал, мы оправданные Богом, и Он нас прославил. И Он нас прославил. Поразительно. Если мы сейчас с вами откроем первую главу послания эфесянам, с третьего стиха почитаем. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Ты думаешь, где же эти благословения, в небесах или где они? Типа, вроде деньги есть, но вроде в банке, вроде бы не дают. Здесь такая ситуация сегодня, в Израиле, что ты можешь прийти в банк и сказать, мне нужно снять 40 тысяч. Моих денег. Моих денег. И тебе не дадут. Вот реальная ситуация. Так вот, Бог нам дает эти благословения в небесах или нет? Давайте смотрим еще раз. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас. Он благословил уже нас. Благословивший, написано в прошедшем времени. Во Христе всяким духовным благословением в небесах. Очень важный момент, друзья. Мы можем быть благословлены Богом только во Христе. всяким духовным благословением в небесах. В небесах произошло духовное благословение на твою жизнь. Ты благословленный Богом человек. Послание Акова четко говорит, что все проблемы в нашей жизни, большинство проблем, я бы сказал, в нашей жизни, они происходят не из-за Бога. И поверьте мне, вообще не из-за дьявола. Описание говорит, что всякий искушается и обращается с собственной похотью. Похоть, уже зачавший, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. То есть проблемы, если ты посмотришь назад, опотаешь чуть-чуть в моей жизни, я сейчас не беру, война, да, я могу сказать, а война на Украине, я тут причем, а что Пизанскую башню тоже я наклонил. Нет, перси наклонил. Кстати, я был в Италии, это не я, Пизанскую башню. Наклонил. И вот эти вот Колизей развалены, это не я. И вот понимаете, что происходит? Есть вещь, которые от нас не зависят, но есть 90% моей жизни зависит только от меня. 90% зависит от моих решений, каждодневных моих решений. Буду ли я ходить в послушании перед Богом, буду ли я ходить в послушании в церкви, это очень важный момент, вы знаете, что послушание в церкви означает твое послушание Богу, что твоя любовь к Богу, она проверяется через любовь к ближнему. Буду ли я прощать людей, вы знаете, что прощать нужно не тогда, когда у тебя просили прощения, а прощать нужно тогда, когда ты понял, что ты ходишь в непрощение. То есть ты должен прощать тогда, когда ты понимаешь, что тебе нужно простить человека, чтобы освободиться от этой обузы в твоей жизни. Есть люди, которые носят, знаете, у меня один знакомый пастор когда-то похудел, похудел на 20 килограмм, и он сфотографировался с вот этой бутылкой воды, этой Маэден, понимаете, есть такая, ну только это в России человек, там тоже такие бутылки есть, она вообще 18 литров, да, 17 килограмм, скажем, и он поднял, сфотографирует, вот это раньше я носил вот здесь. Так вот, многие из нас носят груз потяжелее этого в своем сердце. Груз непрощения, груз судов, написано не судите, и не судимы будете, представляете, как интересно сложилось. И вы какой меру меряете, какой вам отмерится. Вот как ты меряешь, так тебе отмерится. Поразительно просто, как Писание работает. Писание не работает так, как мы хотели бы. Писание работает так, как Бог хочет. И когда ты, будучи, сообразован с образом Сына Божьего Иисуса Христа и поступаешь так же, как Иисус Христос, а Иисус Христос с первым правилом, как поступать, как поступал Иисус Христос, он не поступал так, как принято в этом мире. Вообще не было так принято, как он поступал. Представляете? Иоанн Креститель одет был верблюжью позже, да, жил в пустыне. Кстати, Иоанн Креститель, чтобы не думали, что он должен родился, он родился в семье первосвященника, который жил в Инкерим. Извините, там все серьезно было. Он был родственником, двоюродным братом Иисуса Христа. Там связи были конкретные. И он, он пошел в пустыню на реку Иордан, и он там проповедовал, и писание говорит, что толпы народа туда собирать. Что-то в тебе должно быть такое, что люди к тебе будут собираться. Ты должен быть атрактивным. Ты должен иметь какое-то помазание Божье на своей жизни, что люди пойдут в пустыню послушать тебя. Они ходили пешком, своим пешком. Там даже воины приходили. Представляете? Войны приходили. Поразительно. То есть, если мы хотим поступать, как Иисус Христос, быть сообразно его образу, мы должны поступать, как не принято в этом мире. А в этом мире принято поступать ровно наоборот, чем Библия учит. А мы должны поступать ровно наоборот, чему учитывают мир. Прощайте, не судите, любите, благословляйте, давайте. Даже такая простая вещь, да, как если кто-то хочет с тобой судиться, чтобы забрать у тебя рубаху, да, отдай ему там и верхнюю одежду, и нижнюю одежду. То есть, вообще, отдай ему. Миритесь с соперником своих, пока не пришли в суд, а то там можно и попасть на деньги будет еще больше. А мириться ж не хочется, я ж гордый кавказский парень. А надо мириться. А я тебя, милый. Надо мириться. Знаешь, мы просто все такие, когда, значит, гордость, это как кавказский парень. А рвы такие. Четвертый стих этого же послания, этой же главы, написано, так как он избрал нас в нем, во Христе, да, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед ним в любви. Он избрал нас в нем. Смотрите, мы не просто так избраны, мы избраны во Христе. Это произошло прежде создания мира. вот до того, как написано, что Дух Божий витал над водой, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, вот до того, как это было все написано, Бог избрал нас с вами в нем. Потому что Бог был до всего этого. И это сложно постичь просто умом. Я вам предлагаю, как легче это понять. Просто поверьте. Вы же верите, что Иисус Христос умер на Христе? Правда? В этом мы поверили легко. Давайте поверим, что Бог избрал нас прежде создания мира, каждого находящегося здесь. Потому что если вы во Христе, то вы избраны Божьи. Он предопределил избрать нас, Он предопределил прославить нас прежде основания мира, представляете? И для чего Он это делает? Пятый стих. Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа. Каждый стих показывает, что без Иисуса Христа ничего в нашей жизни не происходит в отношениях с Небесным Отцом. И каждый стих говорит о том, что мы должны быть похожими на Иисуса Христа подобными образу Его. Итак, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей, шестой стих, похвалу славы благодати своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным. Похвалу славы благодати своей. Это очень важный момент. Бог все это сделал, знаете почему? Потому что Он любит нас. Из любви к нам. Он это сделал все не по нашим заслугам и по нашим делам. Писание написано в римлянах не одел, чтобы никто не хвалился. Он это все делает по благодати своей. Он это делает, как 5-6 стих по хвалу славы благодати своей. Неоднократно мы читаем Ветхом Завете когда Бог говорит о том почему Он поможет своему народу еврейскому израильскому ради имени своего. Не потому я это сделаю что вы народ такой хороший что вы самый многочисленный что вы такие классные и умные нет говорит ради имени своего ради имени своего сегодня Господь строит свою церковь ради имени своего Он избрал каждого из нас и ради имени своего когда ты косячишь Он вытаскивает тебя и знаете что продолжает благословлять тебя кто-то может подумать о тогда можно косячить Господь там будет стараться думай о Сауле Саул косячил оправдывая себя нельзя себя оправдывать когда ты косячишь нужно раскаиваться что нужно раскаиваться что приходить к Господу с раскаянным сердцем и Господь Он по милости и благодати Своей Он будет прощать Он будет прощать и самое радостное в этом событии что Бог не помнит наши грехи закидывает их просто за плечо за спину куда он закидывает чтобы даже не видеть и забыть человек будет помнить а Бог забудет потому что Он любящий Он полон милости и благодати 6 стих похвалу славы благодати Своей которую Он облагодатствовал нас возлюбленным в котором мы имеем искупление кровью Его прощение грехов по богатству благодати Его Бывают в жизни ситуации когда тебе ты устаешь хотя что-то достает просто ты не хочешь больше терпеть как говорят на Украине набрыдло и вот когда тебе набрыдло совсем вспомни Господа которому ты не знаю как сказать привычное слово не набрыдил понимаете как это сказать ты у нас еще и украинец ты еще и венгер понимаете Господу которому мы не надоели когда Господь ефесянам ты читаешь по богатству благодати своей у Бога есть не просто благодать у него есть богатство благодати вот такой знаете богатый такой Бог такой богатый богатый и самое главное богатство его это благодать в отношении к тебе ты переживаешь а что Господи у меня денег не хватает а что у меня там здоровьишка не хватает а что у меня там это не так и все не так родной мой благодать Божья велика над тобой я на днях шел а что на днях вчера шел по благодати Божьей я хожу кстати вот и видел этим и часто у нас у каждого есть дети да и его дети не у всех дети такие радуют родителей и расстраиваешься думаешь что это такое Господи ну что это и чего это и зачем это когда это все закончится и вчера я иду по каньону Рананим в Ранане и на встречу мне идет один мужчина постарше меня и рядом с ним идет его сын это было понятно они были похожи но сын было видно что он больной сказать культурно с головой полный непорядок ментально я хотел это слово сказать и что сомнится вот и я посмотрел на эту парочку и подумал у меня есть надежда а там нет знаете и у каждого из нас есть какая-то надежда потом смотришь на людей там нет надежды я работал в школах где дети инвалиды я смотрел на этих детей там нет надежды жалко этих родителей искренне это знаете это боль и скорбь сначала до конца ваше мнение вот понимаете в чем суть Бога Богом полном благодати может быть тебе кажется что-то не хватает то что ты сегодня пришел сюда сытый одетый и кстати никто из нас не пришел сюда все приехали уже даже в этом преследуется благодать в большей отношении то что никто из нас сегодня не находится под бомбежками а сегодня вот я читаю в основном три вида сайтов да израильские там российские украинские и все эти сайты это с войной только сейчас связано только война мы не находимся под бомбежками мы не теряем сегодня своих близких я каждый раз когда я читаю израильские новости я читаю внимательно времена погибших солдат и знаете почему я читаю с надеждой не увидеть знакомое имя с большой надеждой именно поэтому я читаю покатать божьим бог полон благодати богатства благодати 8 стих каковую он при избытке даровал нам во всякой премудрости и разумении открыв нам тайну своей воли по своему благоволению которое он прежде положил в нем дабы а в устроении полноты времен дабы все небесное и земное соединить под главою Христом 11 стих в нем мы и сделались наследниками быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей дабы послужить к похвале славы его нам которые ранее уповали на Христа я знаю одну очень важную вещь никто из вас не читал так внимательно эту главу кроме Лисана смотри ну и вы несовершенны вот понимаете в чем глубина происходит все что Бог делает на этой земле он делает для нас для того чтобы мы были с вами в благословении и он это делает потому что он нас первое любит второе потому что у него есть план каждому из нас он это делает по своей милости милость его велика милость его как говорил псалмопевец обновляется каждый день он делает это по своей благодати а что такое благодать благодать это незаслуженный дар ты можешь стараться 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 но ты не можешь заслужить то что Бог дает Бог говорит о том что верующие как мы прочитали должны быть святы и непорочны почему подобно Иисусу Христу подобно Иисусу Христу мы должны преобразить свой образ настолько чтобы наша святость она была заметна заметна людям Бог дал нам еще один очень важный дар который еще мы не пришли к нему но это есть вечная жизнь вечная жизнь знаете очень многие люди живут на этой земле так как будто вечной жизни нет очень многие верующие живут как будто вечной жизни нет первые они стараются как бы не совсем так сказать соблюдать слово божье жить а второе что бояться бояться умереть бояться всего знаете а жизнь она такая сколько там ну 120 лет максимум ну плюс мам понимаете там 140 17 мам да ну 140 лет 60 что-то такое сейчас повысит с 25 года 18 процентов будет мне в этом математике дело поверить твои дано будет а я не живу в реальности я живу в нереальности больше вообще кстати я вообще не умру я встречу Иисуса Христа на земле и мое тело преобразится в новое тело не дождетесь не дождетесь так вот но Бог дал нам вечную жизнь представляете почитайте пожалуйста последние главы книги откровения там говорится о новой земле о новом небе намного легче жить сегодня если знаешь что будет завтра правда намного легче жить сегодня если будешь знать что завтра Господь нам дал дар вечной жизни почему по благодати по милости потому что Он предопределил нас и избрал нас то есть как Господь приготовил для нас эту жизнь когда Он привел нас в эту жизнь то Он это запланировал от начала до конца и начало жизни начинается в том что мы с вами родились этот свет уже будучи избранными Божьими и заканчивая жизнь в небесном царстве в доме Божьем который находится на небесах который написано что там нету храма потому что Господь является храмом нету солнца потому что сам Господь освящен представляете это очень важная тема для размышления и давайте мы сейчас так сказать напоследок мы откроем 1 Иоанна 5 глава давайте 1 глава 12 стих 1 5 глава 12 стих имеющий сына божий имеет жизнь не имеющий сына божия не имеет жизни все написал я вам верующим во имя сына божия чтобы вы знали что вы веруя сына божьего имеете жизнь вечную и вот какое дерзновение мы имеем к нему что когда просим чего по воле его он слушает нас очень важный момент просить что-то Бог слушает нас попросить что-то по воле его мы не всегда можем знать его волю поэтому даже Иисус молясь на герсиманском саду он сказал Господи не моя воля но твоя да будет принятие воли божьей очень важный момент нашей жизни не все далеко не все в нашей жизни происходит так как мы хотим правда потому что мы-то хотим вообще не так нет ни одного довольного человека зато я знаю очень много недовольных людей в своей жизни все чем-то недовольны даже так сказать образец эталон так вот если мы что-то просим по воле то что происходит в нашей жизни мы получили по милости и благодати это будет нормально если можно что-то повлиять повлиять очень важно никогда не роптать на господь очень важно никогда не быть недовольным тем что господь дал потому что кому-то он не дал а можно и этого лишиться это очень важно помнить что господь он позаботился обо всем и не зря написано в этом 30 стихе в основе кремлянам написано что он нас не только оправдал он нас и прославил мы с вами прославлены богом примерно 8 30 мы прославлены богом людям представляете несмотря на то что он где славы своей не дам никому он прославляет нас он заботится о том что мы были прославлены с вами и уже это сделал потому что писание это написано в прошедшем времени поэтому слава господу за все давайте научимся знаете картинку такую увидел в фейсбуке бог бог сидит на канцелярии такая божья и идет так сказать сортировка молитв и вот такие стопки прошений и одна лежит такая благодарение давайте научимся благодарить бога за все то что он сделал в нашей жизни за то что он приготовил в нашей жизни за то что он дал нам за то что и даст нашей жизни уже что бы ни произошло в нашей жизни друзья мои бог с нами бог милующий бог любящий заботящийся и знающий нас наперед предопределивший нас призвавший оправдавший прославивший аминь слава Иисусу давайте мы помолимся аминь и и спаси